Вот он, великий и ужасный Александр Поломарь. Человек, который может тешить публику разного рода бильярдными трюками. Но вот сейчас фокус не удался. Неплохо встала в угол для Алихана. И кто-то другой, судя по четвертьфиналу, ну и вообще, судя по своей, так сказать, спортивные биографии, по крайней мере, то, что мы смогли с вами видеть и в матчах чемпионата мира, и в матчах чемпионата Европы. И кто-то другой обладает, ну, скажем так, Алихан Коранеев обладает очень хорошей кладкой, ну а Александр Поломарь обладает сумасшедшей кладкой. Здесь, как говорю, один великий сатирик. Разница небольшая, но очень существенная. Хорошо играет Алихан. Чувствуется у него опыт достаточно большой, хоть и на молодой спортсмен. И самое главное, вот просматривается как бы желание сыграть позицию, а не просто забить шар. И мне вот эта вот, конечно, тактика очень импонирует. Надеюсь, он сможет вот этот рисунок тактически выдержать на протяжении всей встречи, и тогда мы будем как бы свидетелями с вами очень интересной, захватывающей борьбы. Он является сыном президента Федерации бильярдного спорта Казахстана. Совместные тренировки с двукратным чемпионом мира, Каннебеком Сыгандыковым, тоже, как вы понимаете, о многом говорят. В том числе вот и вот о таком курьезе, видите, шар застревает в створе лузы, и у стола Александр Поломарь, украинский левша. Ну и правша тоже, он и справа играет, шар застрял. И у Александра есть возможность скатить вот эти остатки пирамиды практически в одну лузу. Правой рукой. Для игроков такого уровня это норма играть такие шары как бы с любой руки, что с правой, что с левой. Ну, что и продемонстрировал Александр. Эх, ростика не хватает явно. Ну вот, думал, что сравняет счет, нет. Не сравнял, более того, подставил в центр, видите, перерезал шар. Опять не с руки, но не стал тянуться справа, потому что удар был более сложный. И вот у Лехана есть хорошая возможность все-таки в розыгрыше этой пирамиды выйти вперед, может быть, получить какую-то дополнительную уверенность на перспективу. Потому что, конечно, Александру, я думаю, уверенность, она как бы всегда присутствует. Фактически неважно, как играет соперник, он играет всегда в одну игру. На мой взгляд, ну, достаточно динамичную, импонирующую зрителям, и мне в том числе. Хороший удар сделал. Алихан. Хочу отметить, вот, не по годам зрелое видение позиции у него. Достаточно четкое техническое исполнение. Ну, естественно, какие-то огрехи еще есть, есть над чем работать. Вот, ну, вот по первым минутам игры очень благоприятное мнение о том, как он играет у меня. Нужно забивать, нужно тревожить вот эти шары, которые рядом стоят с чужим. Да, так и есть. Ну, теперь надо, чтобы что-нибудь куда-нибудь вышло. Ну, американка такая игра, что практически всегда что-нибудь выйдет. Очень сложно, на хорошей резке сыграл шара. Можно было и с вояка играть, но видно, пометуя о том, что шар вот при таком сыгрывании с вояка у него застрял, он решил сыграть чужого. Возможный вариант. Отыгрывается, да? Да, скорее всего, отыгрывается. Вот, игрыш, на этом турнире два борта. Любой из шаров должен коснуться двух бортов, тогда удар будет считаться правильным. А это что? Это чужой в угол. Это Александр Поломарь. С накатом, с переводом своего вовсе. Для сыгрывания в середину. Смотрите, какой глубокий удар. Сильный накат. На повторе прекрасно видно, как шар побежал, остановился, потом побежал вперед. Встал в середину. Саша хорошо реализует эту позицию. Ну, это так. Я думаю, да, поспешил, не прицеливался. Ну, позиция встанет, скажем, относительно удачной для него. Почему? Видите, шар вышел прямо на середину. То есть, стол большой, тянуться будет неудобно для того, чтобы сыграть этим шаром. И свой стал таким образом, что нужно достаточно сильный удар. Видите, не рискует. Арихан все правильно делает. Не достает шара. Отыгрывается. То есть, ставит позицию неудобную для сыгрывания. Ну, Александр, как свойственно, в своей манере всегда атакует. Ну, вот теперь-то послаще стоит все. Нужно пробовать забивать последнего в этой пирамиде шара. Великолепно сыграет. Поготовился, поготовился и решил его туда забить. Молодец, Арихан. 9,5. Такой сейчас первый пирамид. Вот великолепно начинает пиханка ранее. Посмотрите, как. Почти клапштов. Почти. Идеально сыгрывает шара. Чуть-чуть вправо отошел. Свой. Ну, думаю, что, конечно, он заботился о том, чтобы придержать свояка. Потому что не на 100% был уверен в том, что положит чужого в угол. Вот этот удар, конечно, показывает, насколько готов к этой игре Арихан. А с руки, посмотрите, ведь с руки встал. Для левши как раз очень удобный свояк. А, он не играет в свояка, он играет в чужого. Ну, с разбойом чуть-чуть не дорезал. Ну, правильно, в принципе, есть смысл ему сейчас рисковать. Начало партии, разрыв практически небольшой, 5 шаров всего. И при удачном попадании, смотрите, какая позиция становится открытая. Но в случае не забить, и, в общем-то, не сильно он рискует. Поскольку всем известно, что Александр Паломарь черпает вдохновение. Ну, буквально. Только в своей игре, да. Всюду может зачерпнуть его. А если он чем-то вдохновлен, не знаю, что и кто может остановить Александра Паломаря. А главный чим? Отлично играет. Очень симпатичный, на мой взгляд, играет, конечно, Алихан. Вот обидная ошибка. Сейчас, как ваш взгляд, не изменился, коллега? Нет, ну, смотрите, он рисует по позиции. Очень, скажем так, не каждый молодой бильярдист позволит себе вот так вот зрело играть на турнире. С титулованным соперником, да. Как мы видели, на турнирах присутствуют такие стили техники, где забил и, как бы, и хорошо. Вот. Это свойственно именно спортсменам, которые, как бы, слишком большую игру соответственностью взвалили. Ну, и хотят выиграть за счет ошибок соперника. А вот как раз Алихан, видно, что он сам строит свою игру. И вот благодаря вот такой тактике, я думаю, что в ближайшее время он может войти в элиту бильярдную, как бы, вот, на всем постсоветском пространстве. В единственном слове, он сам кузнец своего счастья. Да. И очень важно, чтобы вот именно в этом же контексте, как бы, и он ввел все игры свои. Чтобы у него, как бы, за счет практики вот этот вот соперник сам проиграет. Вот не было у него, чтобы это тогда очень большая перспектива, я думаю, у него будет. Вот Александр в своем ключе играет. Я бы сказал, что вот начало встречи – это разминка для него. Видите, он как свободно машет рукой. Вот, естественно, большая группа мышц задействована в этом движении. И их надо разогреть хорошенько. Вот. И чем он занимается Александр? Великолепно сыгрывает чужих, забивает. Вот, оттягивает. Смотрите, как шар останавливается, а потом сильно бежит назад. Это говорит о глубине удара, то есть о время соприкосновения с наклейкой. У него очень большое. Вот. Ну, и какие-то средние сложности шары, скажем, он, конечно, сыграл спокойно. Но это уже вот заявка, я думаю, такая психологическая. То есть вот эта серия, которую сейчас сделал Александр уже, заявка говорит о его готовности. Потому что вот несколько ошибок в розыгрыше первой партии, первой пирамиды – это как бы всего лишь разменка. Вот сейчас эта вот серия небольшая говорит о том, что как бы вот его претензии на победу в этой встрече. Смотрите, молодец, конечно, Лихан. Я даже думаю не потому, что как он забивает. Смотрите, как вот он пытается, видите, два борта перевести, понимает, что куда должен идти шар. Это говорит о том, что вот на тренировках это именно вот не очень большой коэффициент полезного действия на тренировках. То есть он старается не просто научиться забивать шары, а именно учиться понимать, что происходит после его удара в том или ином контексте, там, при решении той или иной позиции. Великолепно. Вот это как бы вот заявка уже Алиханова. В общем, судя по рассказам моего коллеги, и тот, и другой уже давно подали заявки на, так сказать, участие в финале. 14 уже, а 13 еще, а 13 сейчас предвосхищает событие. Не факт, что сейчас сыграет. Факт еще. Смотрите, как Кабуни оторвал лужу. Посмотрите, как ведет шар от двух бортов по отскоку. Да, мы видим, видим, видим. Очень хорошо. И на бортик прыг. Мы снова на полуфинале. В полуфинале Кубка Минска, Гран-при городов Евразии. Лихан Коранеев против Александра Поломаря. Счет на ваших экранах. 16-13 уже стал после вот этого удачного начального удара украинского бильярдиста. Кирилл Онищенко был на ваших экранах. Наблюдает. Хотел было по привычке сказать за игрой соперников потенциальных, но нет. Кирилл Онищенко на этом турнире вылет его в первом же круге, в четвертьфинале. Уступил Евгению Курти. Естественно, желательно готовиться к этим ударам более внимательно, но Александр редко этим злоупотребляет. Увеличенным временем подготовка к удару. Вот, ну это его стиль игры. Сейчас, в принципе, простой шар не смог забить Алихан Коранеев. Чуть-чуть не дорезал. Продавить резину в створе лузу, но все-таки выплюнул его оттуда. Ну и тут, как тут. Александр Поломарь сейчас. Сейчас будет лузу ломать вообще. Да нет, играет по позиции на том ударе, который позволяет максимально для него четко выполнить удар в направлении или в отскок. Просто он часто играет удары, которые на больших расстояниях стоят. Ну и чем более средней такой силы, чуть выше удар, тем он легче выполнить. Поэтому и может показаться поначалу, что достаточно сильно он бьет. Необоснованно. Не хотел бы я попасть под ударки Александра Поломаряка? Наверное. Да точно вам говорю, Павел? Нет, я не в плане хотел. Я именно под кей имел в виду. Ну вот потихонечку Александр сравнял этот минимальный разрыв, который существовал. Да более того, он пошел вперед даже. Ну вот держится, Алихан отвечает пока. Ну все это, понимаете, 17-17. Когда финиш в районе 80-ти, это все еще ни о чем. Но давайте признаем, что дебют молодой казахский бильярдист провел удачно для себя. Смог он удержаться за Поломарем. А если быть последовательным точным фактологией, то это Александр Поломарь смог удержаться за Алиханом Коранеевым. Поскольку вот только недавно настиг его и вышел вперед на один шар. Тут же Алихан ответил. Очень приятно смотреть на игру молодого казахского бильярдиста. Давно я не получал такого эстетического удовольствия. Вот как только я заметил, мой коллега начинает хвалить Алихана, тут же он подставляется. Ну, может быть, вы тайный по его болельщик Александра Поломаря? За этим полуфиналом. Так, взгромоздился над остатками пирамиды Александр. Нанес удар, но... Посмотрите, на повторе. Ну почти, чуть-чуть пошире бы был отскок. Глядишь, юркнул бы туда. Он шел достаточно широко, просто ушел быстро с траектории за счет того, что тянулся, ударил коротко и сверху вниз. Здесь Александр, поэтому попал-то он хорошо, широко, но не удержал шар на траектории. Вот это вот, когда тянешься сверху вниз, удар короткий. А далеко бить, конечно, нужно глубину сохранить, а это очень сложно. Приходится дорабатывать резкости удара. Ты же не угадал с резкостью удар? Да, это всегда чревато вот такими темами. Так, вот я вижу, в угол стоит неплохая парочка. Не хватило сейчас отскоку, Олег, чтобы забить свой К. Близко они друг к другу располагаются, да, вот эти вот. И смотрите. Назад. Смотрите, вот и Александр, смотрите, как грамотная тяжечка. И перевод по диагонали к противоположной угловой лузу. Упростил, забил. Упростил, забил. Ну, а сейчас будет играть уже по позиции, которая сложилась. Ну, вот сейчас, Павел, согласитесь, можно было сыграть этот шар и тише в несколько раз? Ну, стиль игры такой, что если резко, есть некое сомнение, то производится тот удар, который, на его взгляд, максимально точно решает эту задачу. Молодец, Ильюхан. Ну, свезло сейчас. Да нет, и вы смотрите, это второй удар по отскоку, по резке. Понимаешь, вот на этом ударе у него идет такой отскок. Рассчитывает размер. Повезло за счет соударения, стоящим близко к борту шару, конечно, отчасти. Ну, в принципе, если бы не ударился, примерно то же самое бы и получилось. Я бы не удивился, если бы Александр Панович подошел бы и сыграл, пусть его бы своя по борту. Ну, если они стоят плотно на борту, конечно, можно сыграть. Мы же не видим отсюда. Если там есть какие-то миллиметры отступления, то уже не будет играть никто. Досадная ошибка. А вот Александр наказывает его за это своим любимым, излюбленным ударом через весь стол. И опять ничья у нас в партии. 21-21. А нет, я вас ввел в заблуждение или, попросту говоря, обманул. Не стал просить. Забавный эпизод, честное слово. Ну, с чем это можно сравнить? Повторю, видите, не хватает чуть-чуть отскока. Чуть дальше проведи кей и шарик в луве. Свалился с траектории, как говорит Павел Швейцов. Да. А вот, видите, наказание-то, конечно же, последовало, но последовало уже для Алихана. Ну, главное, чтобы вот эти вот незабитые свояки... Не вывели его из себя? Да. Может быть, если вот главное, чтобы не думать об этом, а готовиться, сделать хорошо следующий подход, реализовать. Потому что Александр всегда даст, что сыграть несколько раз в розыгрыше. Это свойственно в игре. Вот, допустим. Да. Тоже поспешил не потому, что стиль игры такой. Я думаю, все-таки спешит. И поскольку они присутствуют, соответственно, в каждом розыгрыше Александр дает любому сопернику возможность проявить себя. В общем, один эмоциональный фронт меняет другой эмоциональный фронт в душе у Александра Паломаря. И вот таким образом влияет на его игровую погоду. Да. А вот Алихан, главное, чтобы вот... Ну, чужие-то он забывает, смотрите, справляется с ними довольно... И хорошо, видите, перевод делает на тяжечке. Ну, здесь очевидно, конечно. Ну, очевидно, очевидно, но нужно сделать, как вот в игре белорусских бильярдистов, допустим, не часто встречалось, что они играли именно перевод. Может быть, они это все понимают, но играли больше просто в забитии. И вот таких вот рисуночков, конечно, не показывали нам, видите, где-то вот не хватило там лишнего, лишняя скорость, у шара немножко ушел. Ну, не важно, зато вот тенденция очень важная, понимаете? Потому что человек проводит много времени у бильярдного стола, и, естественно, вот эти 5-7 сантиметров, которые сейчас бывают лишние, да, он, конечно, компенсирует за счет последующего наигрыша, но все равно очень великолепно справляется с позицией, решает, отскок, что-то должно было выйти в середину. Ну, это что-то и вышло туда, и сейчас уйдет. Вот уже в середину же, вышло на середину, в середину и кануло. Да, ну, молодец, Алихан. Самое главное, видите, как четко играет, не срывает удар. То есть, если темп этот будет держать, не замедлять его, я думаю, что мы будем свидетельны очень захватывающей игры, и оконцовки, и середины встречи. То есть, понимаете, вот когда играют, бывает, два спортсмена, и прямо видно, что игра одного влияет на игру другого. Ну, какой-то такой дисбаланс не уносит душевный. Посмотрите, как великолепная стяжечка, перевод. Просто восхищаемся его играть. Я думаю, что рано или поздно глобализационные процессы, бильярдные, все-таки поглотят кого-то из них. Один подстроится под другого, ну, или другой заставит, так сказать, считаться собой этого самого одного. Вот кто, расставьте фамилии, подставьте нужные фамилии вместо терминов один и другой, и в итоге мы получим победителя этого турнира. Ну, расставим, естественно, эти фамилии после того, как в этом матче многое прояснится. Пока Алихан действительно молодцом. Как только выйти на свояка решается, так что-то как-то не идет. Все равно спортсмен молодой, 16 лет, естественно. То есть, вы думаете, о школе сейчас думал, да? Не о школе, просто пишет, организм молодой, много энергии внутри. Не знаю, как это сказать. Может, это объясняется как-то там, естественно, медицинскими такими терминами, я не знаю. Вы молодец. Все-таки, ну, недостаточно внимательный, просто, недостаточно внимательный. Чем хорош бильярд, что, конечно, это не гимнастика, не футбол. Там 35 лет окончания карьеры, здесь 35 лет – это самый сок. Я знаю, что есть бильярдисты, которые показывают очень высокие результаты, уже достигнув возраста за 60 лет. То есть, из молодых, подающих надежды, на седьмом десятке, наконец-то, начинают показывать результат, да? Ну, не совсем так. То есть, они как бы и раньше показывали результат, но и в 60 где-то они показывают соизмеримый результат при наличии молодых и других, и зрелых спортсменов. Мы уже как-то касались с вами этой темы. Стремительно молодеет бильярд. Нету вот тех самых подающих надежды 70-летних мужчин, и тем более женщин, которые к этому возрасту начинают что-то показывать. У нас тут все чемпионы Европы, чемпионы мира, им максимум лет 27, допустим. Ну, это просто объяснимый. Дело в том, что бильярд в советское время не имел какого-то динамичного и официального статуса. Да, и поэтому многие игроки, которые являются на самом деле очень высококлассными, да, они играли, скажем так, в игровую разновидность бильярда. То есть, такой некий не процесс спортивных тренировок, а процесс зарабатывания денег. Ну, давайте мы к этому процессу очень интересному вернемся чуть попозже, пока повторю решающего шара в этой пирамиде. Вот так вот. Самый простой способ. Избирает, отыгрывается. Для Александра, в принципе, это не отыгрыш. Будет атаковать 100%. Атакует на тихом ударе и, короче, выглезает. Ну, я думаю, что все-таки он не атаковал, а больше так же отыгрывался. В сторону луза делал накат чужого шара. Отыгрыш, сохраняя размер. То есть, свой докатывался на борт, а чужой при незабитии выходил как бы тоже не в игровую зону. Ну да, будем считать, что повезло. А вот это вот, мне интересно, это не засчитает ли как штраф? Два борта-то было, но только уж совсем пирамида никак не разошлась. У меня есть сомнения, вообще свой что-нибудь задел там или нет? Ну, для этого есть судья, как бы он решает. Есть, безусловно, да. Ну, значит, решил, что было касание шара. Все-таки здесь же не пул, не смокер. Если есть касание шара еще до удара, если шары касаются, то в любую сторону бить нельзя. Позиция для Алихана. Нужно собирать. Нужно собирать. Неплохую коллекцию. Ну, вот видите. Нет, ну, поднимается. Нет, все нормально контролировал эту позицию, скажем так, по удару, видите. Удачно. Серия подбоев стала. Отличный перевод в угол. Вот это хорошо. Это от души, называется. Видите, кто понимает, там защелкал пальцами в зале. Потому что, конечно, болеют. Болельщики все-таки мы в Минске находимся, и поэтому болельщики болеют за своих спортсменов. И небольшое количество, которое понимает. Видите, сейчас вот хлопают внизу и уже не проходят. Видите, как он задумался. Молодой казахский бильярдист. А что ему делать? Вот, придумать отыгрыш здесь. Ну, да, вот, видите, отыгрывается. Очень сильно. Ну, скажем так, достаточно, ну, видеть неудачно. Так, ну, сейчас центральный луза начнет, естественно, да, чтобы вывести. Да, и сразу, вот он, подбой сразу. Вот стоило увести или не довести шара до середины Альхану. И я думаю, что все-таки плохо видно. Вот нам режиссер Трансляции предлагает вот такой вариант исполнить самим. Убирает шары, чтобы не было желания. Так, в середину играет, и все прочее. В середину, конечно, играет в середину, освобождает себе. Вот это вся игра Александра. Все, что стоит, все, что нужно и можно сыграть, он сыгрывает с большой долей процента. Ну, а теперь сам себе вот освободил. Я думаю, что это уже один из ключевых моментов в этой встрече. Хотя до окончания далеко, да, но вот судя по такому некому психологическому раскладу, когда Александр смог вот разыграть эту позицию, видите, продолжение вот этого розыгрыша, то есть положительного его эмоционального состояния, при котором все, куда он бьет, все попадает, да, и думаю, что даст ложку дегтя в настроение Альхана. А уже 25 шаров до окончания встречи. Это уже не такой большой, не такая большая дистанция. Ну, как же ошибается все-таки, а? То есть перерезает сильно, но главное не то, что он перерезал. Видите, шар, отразившийся от короткого борта, влетает в пирамиду, и там сейчас все хорошо стоит. Ну, вот на свояка, да, пожалуй, только. Там есть, правда, еще центральная луза, да, вот тут вот. Ну, тут без особого продолжения. Да нет, ну, все зависит, как он играть будет. Ну, пока играет без какого-либо выхода, согласен. Ну, вот и вот что, нет, он как бы не угадывает с размером где-то, с продолжением. Вот, ну, играет достаточно четко. Я думаю, что все-таки вот этот какой-то груз, уже груз вот этой усталости психологической, она уже где-то тут присутствует немножко. Ну, вот чем не чужой. Нет, этот ходит. А, нет, ищет резку. Видите, как собака след берется так же. Молодец. Молодец, сыгрывает. Три борта. Сейчас явно на четвертый идет. Будет отразиться от него и встанет. Есть такое дело. Великолепно. Да, и поднимается в центральную лузу. Как, на свои-ка или на чужого? Давайте будем смотреть. Слойка будет играть. Ну, забивай, Элихан. И будет ничья. Ай-яй-яй-яй-яй. Срывает удар опять. Ну, вот этот, эту позицию, скорее всего, оставит за собой Саша Поломарь. Проткнет лузу, да, так и есть. Молодец. Можно поаплодировать погромче. И дармовой. Да, если уже 10 шаров забьет, уже счет будет под 70. И Александру уже придется лишний раз напрягаться, зачем это делать, когда лучше сейчас он. Ну, вот что, ну... Ну, обидная, обидная ошибка. Может, правда поставил специально, как вы думаете? Видит, что сварики не идут, взял, посмотрите. Своего-то ведь он вообще поставил на борт, да? А чужого дал, ну, играй сварика. Ну, буду надеяться, что Александр это сделал специально. Хотя какие-то сомнения, я смотрю в голосе, у вас есть. Согласен, вообще сомнительный такой. Это уже хорошая возможность Александру в нужное время вырваться вперед. Посмотрим, сможет ли он распорядиться этой позиции. Пока сыгрывает все, что стоит, достаточно просто для него. Ух ты, тяга же какая. Очень глубокий удар. Глубокий это не то, какие далеко идет. Вот шар долго имеет контакт с наклейкой. Это, конечно, зависит от поступательности удара. Не от резкости, а от поступательности. Четкое начало отводит руку, проводит далеко. Поступательно шар держится. Вот, становится в позицию, ту, которую необходимо Александру, чтобы забить чужого. И все, и продолжение. Пока все достаточно удачно у него спадывается. Знаете, так тихо, САП плюс 8 уже. Было плюс 2, вот сейчас 6 шаров сыграл. Ну вот, сейчас уже вот это чемпионский такой удар. С оттяжкой по резочке в середину. Видите, даже немножко перетянул, но ничего страшного. Есть свояк. Хоть и справа руки на ладу. А, это слева даже. С левой, слевой. Тем более слевой, да. Ну вот, 8 шариков он забил. Хочу напомнить, что организаторы турнира предоставили дополнительный приз за большую серию. Пока на этом турнире, на эту серию претендует Кирилл Анищенко, забивший 14 шаров с подхода. Ну и Александр Кранеев. Александр Кранеев, который также забил 14 шаров. Вот, ну, Александр Палмаря, при всех его, конечно, достоинствах, такой серии нету. На данном вот моменте он забил уже 10 шаров. 10, но 10 это не 14. Как раз 4 шара стоят в розыгрыше этой пирамиды, возможной. Но уже позиция стала таким образом, что все сложнее и сложнее будет Александру. Это его хлеб. Он в этой стихии живет. Если все сложнее и сложнее, то вот так вот будет. Да, 11 шар. Посмотрите, какая тяга. Чуть-чуть было, свои кони уронил. Шар прошел вперед, вот за счет того, за чем говорил Павел, за счет долгого контакта. Наклейте шаром, все, оборвалась серия. Или может, дурак упадет какой? Да нет, не упадет. Просто кончилось понимание этой серии у Александра, как бы. Решил он отыграться, скажем, да, передохнуть. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть не дотянул. Молодец, Алихан. Но молодец, не молодец. Да, 12 шаров отрыва в конце встречи. Это большое преимуще сейчас у Александра. Я думаю, даже в такой психологической, в большей степени, сможет Алихан как-то показать ему, что это еще не победа. Один удар сделал, да, на хорошее. Второй, видите, сложный делал удар, не дорезал. Да нет. Каждый удар как заявка на победу уже в этой встрече у Александра. Своячок тоже справляется. И на центральной лузе поднимается, поднимается. Да, есть чем продолжить. Матч он держался рядом с Александром Поломарем. И вот почти на финише Александр предпринял ускорение, которое, мы забегаем вперед, наверное, может оказаться решающим. Уже даже, судя по некоторой статистике, если ввести вот этих ударов, нерезультативных и результативных, они примерно через раз происходят. То есть, если вот сейчас Алихан не воспользуется этой позицией, да, то уже следующее будет после серии Александра, понимаете, да, приблизительно так, если рассуждать. А эта серия, это практическое окончание встречи. Потому что счет 70-57. И, в общем-то, вот Алихан, это предпоследний, я думаю, может быть, не последний, но предпоследний шанс подтянуться. Фактически, например, который говорит о том, что, видите, как сыграл сейчас Алихан Чужого, да, он сыграл на забитие, поднись шара, вот с той силой, которая ему удобна, и шар обогнул. Ах, везет, ах, везет. Везет сильнейшим, надеюсь. И шар обогнул вот остатки пирамиды и ушел, так сказать, из игрового, из поля зрения, так сказать, игрока. И вот сейчас, сейчас-то тоже, если бы не вот этот вот дурачок, то тоже могло все закончиться плачевно. Так вот, я к тому, что, а вот тот же бы поломарь сыграл бы в накат, таким образом, чтобы предыдущий удар, и предыдущий, до вот этого дурачка. Чтобы он врезался в группу шаров и что-нибудь там пошевелил. Очень тщательно готовится. Не знаю, почему он сказал в интервью, что он подходит быстро. Достаточно внимательный и четко подходит. Здесь, наоборот, не нужно затягивать этот подход. Четкий, конкретный подход, даже при неудобной позиции. Смотрите, как внимательно он выставлял корпус. Смотрите, смотрит на Свояков, но что-то не очень радует его этот выбор. А Свояков-то? Нет, играет, с борта играет. Не чужого? Нет, Свояка играет. Правильно играет, да. Ну, может, еще один? Ах, нет. А может сюда? Нет. Вот это уже похоже на, так сказать, роковую некую такую ошибочку. Видите, потому что не очень внимательно подошел. К чужим он так вот не подходит. Ну, он походил, походил. Видите, ничего такого прямого, дармового нет. Ну, ладно. Сыграем я. Этот свой, незабитый, может дорого стоить ему. Ну, собственно, что дорого? Не то, что дорого, просто финал не вводит, да и все. Да, слишком открытая позиция, как раз. На 5-6 шаров-то минимум Александру. Такой накат дает. То есть, с ударения с бортом шар отходит. И опять за счет, как бы, второй накат вертельно становится на игру в эту же лузу. Не мудро, что лукаво забивает. Наверное, будет играть. Сейчас на повторе. Видите, делает зачем-то оттяжку тут. Неудачное с ударения чужого игрока. Естественно, забивает. И шар. И бортов. Приходит. К шестому. К шестому. Далеко от угловых луз. Вот. Ну, есть игра в середину. Но она и была давным-давно, вроде. Уже пятый шар. Похоже, это рукавая ошибка была у казахского бильярдиста, когда он свояка так, не знаю, царит чужого Александр. Перерезает. Это свойственно ему, когда немножко спешит, значит, скорее всего, перережет. Ну, тем самым, видите, было минус 10 для Коранеева. Теперь минус 15. Ну, о чем я говорил, что для Александра свойственно в таких простых позициях минимум 5-6 шаров всегда забивать. А в лучшем случае 10-12. Нет таких провалов, что в открытой позиции начнет и сразу ничего не забьет. Видите, опять попытка грамотной перевода, да, но неудачно. Видите, происходит. Чуть-чуть перерезал. Да, перерезал. Вот это уже булка с маком для Александра. Переделивка играет. Ну, видит, как быстро готовится, значит, чужого перерезает, своего не хватает отскока. О чем я и говорил, Александр всегда, чем он благородный соперник, он всегда дает несколько шансов своему оппоненту себя проявить. Ну, пока Алихан вот именно в ключевых моментах, в окончании встречи буксует. Ничего не изменилось, но именно вот это незабитие происходит именно в самый нужный момент, окончании встречи. То есть до этого даже не было, то есть до счета 50, как вы говорили, три четверти встречи он провел просто великолепно. Вот это незабитие, вот это какое-то, не знаю, как это назвать, оно именно происходит в самом конце, самые нужные удары и не реализует Алихан. То есть наличествуют какие-то посторонние мысли. Вышел как бы из игры, три четверти находился в этом помещении под названием «Игра», а потом куда-то отошел. Между тем счет уже 77-60. На свояка решается. Вот серия обидных каких-то таких недобивочек. Уже четвертая недобивка, или третья, да? Чуть-чуть не хватает отскока, чуть-чуть оттяни и все. При этом опять дает Александр, как бы, возможность. Пожалуйста, начинайте, три шара в розыгрыше, 63 плюс 14, 77. В принципе, все можно привести, как бы, к общему знаменателю, к равному в самом окончании встречи. Единственное, что надо, конечно, наоборот, может быть, не собраться, а именно где-то, может быть, расслабиться и посвободнее сыграть Алихану. Ну, вот, неплохо. Этот шар означает, что как минимум еще один раз мы увидим выставление пирамиды. Ну, может быть, сейчас озарение нас, ваяков, не зайдет. Да, есть такое дело. Зрители тут оживились. Нет, не дойдет. Да, до середины, наверное, не докатится. Видите, какие ошибки? Пятая или шестая ошибка такая. По-моему, чуть ли не все, которые он сыграл. Нет, ну, какие-то совсем простые его отыгрыши, изменения позиций он совершал, которые через весь стол надо делать. Он, конечно, ошибался. Да, ошибается с завидной регулярностью. И вот подсвояка, по-моему, что-то встает. Два шара стоят Александру Поломарину до победы в этом полуфинале. Ну, ладно. Ну, вот слет, 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 и надо играть. Может, машинку возьмем? Я уж не знаю, что посоветовать-то. Да тут машинка неудобная, видите, очень неудобная, ему и не с руки как раз. Тянуться очень далеко. Вроде позиция, кажется, со стороны легкая, но вот если кто-то попробует приспособиться сыграть, вот еще справа руки как полегче, а вот слева это вообще практически невозможно. Ну, в общем, повеселил, повеселил. Ну, повеселил, дал шанс еще Алекхану, небольшой шанс. Ему сейчас тоже отрывать не будет отыгрываться. Ну, куда ему деваться? Видите, сразу шар не довел до угловой лузы. Надо отыгрываться. А если довел, можно было скатить несколько шаров. Ну, тоже отрывать. Вот видите, затормозил шар, и чуть-чуть дальше ему не хватило возможности пройти. Неужели будет играть? Да, будет давить. А, нет, скрутил вообще красавец. Молодец. Ну, что же, так может закончить только Александр Поломарь. Скрутил шар, скрутил ки и довольный пошел в сторону своего стульчика. Молодец. Александр порадовал, порадовал даже Павла Швецова, который признался... Вот, посмотрите, повтор. Ай, хорошо. Красиво. Признался, что он вообще такой скептик по натуре.